Появившаяся в 1991 году глобальная сеть интернет быстро опутала весь мир. Сегодняшние школьники, да и студенты, скорее всего, не могут представить себе мир без всеобщего доступа к любой информации. Споры о том, хорошо это или плохо, не утихают. Главное – научиться правильно вращаться в информационном поле и обезопасить себя и своих близких от возможных мошенничеств и угроз, которые идут рука об руку с развитием интернета. Еще 10-20 лет назад люди искали информацию в библиотеках, тщательно перелистывая страницы книг. Сегодня, можно сказать, библиотека есть у каждого в кармане. Оцифрованная информация в сети интернет доступна каждому по одному клику мышки, не входя из дома. Жесть студента сейчас невозможна без выхода в сеть. Благодаря ему мы быстро и в нужный момент находим всю необходимую информацию. Даже сидя на паре, ответ на вопрос может помочь нам в интернет. О том, хорошо это или плохо, судить уже поздно. Интернет стал неотъемлемой частью жизни. Благодаря его доступности мы находим родственников, живущих далеко, можем знакомиться и общаться с жителями любого континента. У меня друзья разбросаны по всему свету, есть в различных уголках нашей планеты. И связаться с ними вживую очень тяжело, потому что находимся на несколько миль друг от друга. Поэтому, естественно, интернет очень хорошо нам помогает. Общение, поиск информации, интернет-покупки без глобальной сети никуда. Благодаря ней дети, лишённые возможности посещать школу самостоятельно, могут присутствовать в классе и общаться с педагогом интерактивно. Но при всех плюсах здесь кроется и опасность. Шпионаж, доступность персональных данных позволяют мошенникам заработать на неосторожности людей в сети. И в первую очередь на их уловки попадаются дети среднего школьного возраста. Как сделать интернет безопасным? Этой теме большое внимание уделяется Уполномоченным по правам ребёнка в Краснодарском крае. Консультант аппарата Уполномоченного по правам ребёнка Ольга Бурдюкова провела беседу на тему безопасности сети для 200 учащихся Славянского района. Школьникам на конкретных примерах рассказали, как их ровесники из других районов Кубани стали жертвами неосторожности в интернете, как шутки в сети превращаются в реальные уголовные дела. После урока интернет безопасности для школьников консультант провела методическое занятие с педагогами районных школ. Больше 58% пользователей в настоящее время в России – это пользователи несовершеннолетние, дети до 18 лет. Уполномоченный, проведя широкомасштабный опрос в Краснодарском крае, 5,5 тысяч респондентов были опрошены, именно на предмет, насколько родители детей осведомлены о путях, о маршрутах следования в этой всемирной паутине своих детей. Оказалось, что необходимо родительское просвещение, даже своего рода родительский ликбез, и надо научить родителей, как же обеспечить безопасный виртуальный мир ребёнка. Дети очень живо реагировали на слайды с известными всем картинками. Удивлялись услышанному, сопереживали. Главная задача, которую преследовала лекция – рассказать, как сделать своё интернет-пространство безопасным. У меня родители в основном об этом не говорят, потому что они сами об этом не знают. Они просто знают то, что я знаю, как это всё делать, я понимаю всё это, и то, что на ненужную ссылку я сам не кликну, поскольку мне-то это не нужно. И поэтому в основном эта тема не поднимается. Мама очень близко со мной общается на эту тему, мама знает абсолютно всё, где я, в каких группах я состою. Я тоже к этому отношусь очень серьёзно, потому что я ценю, что у меня есть. А вот ученица 6-й школы района так прониклась темой, что решила сама поделиться услышанным на классном часе, который планируется провести. Хочется донести это для своих сверстников и младших поколений. Рецепта, который позволил бы уберечь детей от сетевой опасности, нет. Но доверительные отношения со своим ребёнком, внимание к его поведению, настроению, рассказ об опасностях и обманах, которыми полон интернет, позволят сделать интернет-сёрфинг для подростков менее опасным. Мария Горошкова, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».